Моя Родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Я подумал, брат вернет нас на YouTube в виде отдельных роликов. Разделит на куски по 10 минут, по 30 минут. Продолжаем. И тогда, кому надо, тот все-таки услышит и увидит. Значит, вот эта дама, которая купила у меня персик Королевский, а то ищи услуг. Кто-то из вас видел вот этот? Смотрите, фотография сделана с экрана. То есть я ходил, полдня провел в Шушенском, показывал роскошнейшие взрослые абрикосовые деревья мои. Хозяева плялись мои. Урожаи такие, что я Железов позавидовал. Бывает такое. Раз, это было полфильма. Нет бы разделить, я тогда не догадался. А потом я еще на рынке побывал. Ну, не как Дускабилов. Значит, что-то мне надо было на рынке. Вот. А Дускабилов там, Дима, ночевал, образно говоря. А вот. А тут, здрасте, Валерий Костякович, а ваши королевские? А где? А уже отошли уже, это самое, эти абрикосы. И я говорю, ну, что, какие они, дикие выросли, а то меня думают, что дикие вырастут. Это я ей, этой даме. Она мне берет помидор. Повторяюсь, почему, это очень важно. Берет помидор, говорит, вот такие выросли. Умудрилась с косточки вырастить, вот такой вот это. С косточки довести до пландошения. Уникальный случай? Уникальный. Теперь можно ей поверить? Вот посмотрите на эту фотографию. Я говорю, да вы преувеличили, она все-таки не такая, не 100 граммов. Вот этому можно верить? Тогда что? Оставалось пустяк. Узнать ее адрес. И заниматься уже им как особой формой. Особой, не сортом, нет, это еще не сорт. А сортообразцом. Но уже особым. Уже сибирским. Он уже можно сибирским назвать, да? Слушайте дальше. Вот. Идут годы. А, я еще, как после этого, все-таки 16 год, сколько? 8 лет прошло. Я уже много лет иногда возьму вот эту фотографию. Покажу и говорю. Ну, где наука? Вы что думаете? Пусть у меня нет ее ни телефона, ни адреса. Это что, трудно найти. Местное телевидение пусть покажет кусочек ролика. Пожалуйста, отдам ролик. Или вот эти две фотографии. Тоже найдется. Ну, прошло 8 лет, потом будет 18 лет. И чему я все говорю? Заканчиваю этот разговор. Именно эту тему. Это потом, надеюсь, брат вырежет отдельно разговор с Финляндией. А потому что я начал раньше. А заканчиваю, ну, как бы, после этой вставки, после Финляндии. Тут надо двух кусочков его собрать. И тогда получится что? Вывод такой. У нас, начиная с 40-50 лет назад, создался уникальный генофонд. Учитывая невероятную сибирскую морозостойкость. Это прошло такая адаптация. И эти адаптации занимались тысячи, тысячи людей. Ни один институт такое не может повторить. Не может. И Турсун Полот Дускабила отдавал себе в этом отчет. Поэтому мы с ним, это, как бы, самое, единомышленники. Но его время ушло. У него есть досье, там, наверное, сотни тысячи фотографий, этих, адресов и телефонов. Кому она надо? И вот идут годы, и вот конец, печальный разговор. Почему? 16-й год, видите? Конец разговора такой. Ой, с каждым годом я все меньше вижу на рынках феноменальных плодов. Все меньше, меньше, меньше. Я уже перестал, я ни у кого не прошу адреса. Последнее, это было лет 15 назад. Я первый и последний раз, когда я обнаружил, это самое, помню фамилию, семья Чепкасова. Живут на, это, поселок геологов. Вот. Даже, осталось здесь, я память, даже могу по памяти найти этот участок. Но прошло 15-20 лет. А тогда я обнаружил, где? На рынке, вот с такими сливами, вот такими вот, вот такими. Вот тогда мы и познакомились. Понятно? А потом оказалось, у него и абрикос есть феноменаль. Это уже потом, когда пришло время урожая. Вот единственный случай мой. Да там, на нашем рынке, пока еще где-то кто-то привозит шикарные плоды, их остались единицы. У нас было сотни, сотни, сотни ведер, сотни продавцов. Никто не... Еще 20 лет назад, в хороший урожайный год, я клянусь Богом, и идешь вдоль рынка, и видишь, ведро картошки 10 литров. Цена. И ведро шикарных, не просто абрикосов, а прекрасных. Ну, таких, тогда баи были в основном. Серафимы, баи, амуры. Тогда. И вот эти прекрасные тоже стоили копейка в копейку. Цены не помню. Ведро картошки, ведро шикарных абрикосов. Это что за это? Никто не ездил. Один турсун. Кому он возил эти самые черенки и косики? Куда оно все это все считаете? Это как какую-то яму, какую-то... Как это называется, когда все исчезает? Как... Ну, начинаю забывать. Возраст такой. Вот. Короче, терракотова бездна, или как она там называлась? И вот тогда, я хочу, наверное, на этом закончу. Раз все равно это. Но я самое главное сказал. Нам нужен новый тускобилов. Только на нашем этом. Нам нужна связь с наукой прямая. Чтобы не так, как... Спасибо Роману Исаеву, что он меня поправил сортами и тут же отключился навсегда. То есть для него и меня нет, и не интересно ему. Вот. Ну, может направления нет. То есть я в основном абрикостик. Вот. И тогда получается, что еще не поздно где-то кто-то привез вот такие абрикосты. Роскошная груша, слива. Вот. В принципе, у нас, если взять Чернобаева, если взять Железова, Филиппева, там, Тотарова, у нас все есть. В принципе, все лучше у нас. Да и пошло во многом от нас. Помните мои поездки на Украину? Другие тоже доставали, где могли. И тогда получается, что оно ничего никому не надо. Вот. Заканчиваем этот разговор. Почему? Потому что это наболело. Этот самый. Боднер Борисович. Что с его садом, а? Что с его садом? Что с его череснями? Кто этим занимается? Почему я про это ничего не слышал? Алексеева, ничего не знаю. Байкалов, ничего не знаю. Все как в рот воды набрали. Под Байкалово работают. Помните? Я говорю, исчезают байкаловские сорта, исчезают байкаловские сорта. Нет, берут мне этот самый. А вы посмотрите, вот питомник их тысячами продает. Какой питомник? А вот название. А вот нажимаю название. Захожу туда. И что я вижу? Вот такое вижу. Вот такое вот. Напишет там абрикос восточно-сибирский. Или какой-нибудь красавчик Байкалово. И фотографию с интернетом. Выговорился. Ничего вам толком никаких сегодня не считаю. Вот единственное, что я полезно сказал, меня это оправдывает или нет. Вот это вот. Это все важно. Это все важно, что зарастает лесом уникальный. И никогда не вернутся. И никогда мы больше не посадим абрикосы. Не вырастут они тут. Да хоть и спилит эти самые березы. Спилит уже все. Больше тут расти ничего не будет. И вот тут расти ничего не будет. Спилит и все это. Это же было раньше. Чисто картофельное поле. Сейчас тополя 20 метров. Вот. Бабана раскрыл. Вот он. Надеюсь, хорошо раскрыл. Ну как можно, глядя на эту фотографию, купиться на то, что вот они. А потом эти, пусть даже взять, посадил 10. На одном получился приличный, допустим, 10. 9 бесплодные. На одном 10-ом получился ну 15 яблок. Это много? 15 яблок. Ну, плодушка в следующий год-то, она или ветки даст, или сдохнет, потому что они не морозыки. Но больше на этом месте. Видите листьев почти нет? На этом месте следующего вырожая не будет. Дерево будет отдыхать. Вот повезло, она какая-то подскочила, дала вырожаю. Остальные пустые. Согласны? Нет? Раз, два, три, четыре, то, что вижу, пять, шесть, семь. Семь деревьев пустых, один только, восьмой. Это-то можно людям объяснить, чтобы не покупались на это? Персики, коллабит, а сейчас? Сливы, а сейчас? Нектарины, сейчас. Что там дальше у меня было? Конечно, настроение испорчено. Брат, все на тебя надежда. На тебя. Верни, пожалуйста, разрежь на куски, я на колени стану. Верни это все, верни это все обратно на YouTube. Хоть кто-то нас услышит. Вот жалко, но у человека уже не может этим заниматься больше. Как жаль. Сколько он мне? Пять раз привозил молодых ученых. Ни один не загорелся. Вот они, наши ветераны. Это моя гордость. Вы знаете, каждый из них, каждый из них считал меня близким другом. Это моя гордость, что я не заносился. Я от них относился величайшим почтением. Они мне не учили агротехники. Это у меня все свое. Но эти люди создали феномен Саяногорский. Слева Боднар, справа Бородич. Нет, не так. Если смотреть от нас, слева Бородич, справа Боднар. Вот про них статья. Сады на отрогах Саян. Никто, никогда, ни один ученый их не знает. Спасать-то надо хотя бы то, что есть. А, давайте немножко про агротехнику. У меня же все равно еще 40 минут. Филиппе Владимир Викторович. Один из современных. Это наши, все наши. Но эти ребята постарше, понятно. А я где-то между ними. Мне 74. Оба уже в могиле. Ну, сами знаете. Вот. Почему? Возраст. А вот это вот, значит, Филиппе. Когда-то был бы он жив, только за поздних Филиппе Абрикос. Только за него ему надо дать государственную плену. Только за него. А, изгалка. Помните, я вам показывал фотографию с огромными плодами у Лены Саны? По-моему, да, на предыдущем и бедали. А сейчас немножко агротехники. Вот я вам сказал, почему я уважаю. Яблончины и Спас. Значит, стоит тут слева этот самый праздник, слева там и музыка, и хор поют, все, все это под видом яблонсу. И он решил поторговать своими саженцами. Конечно, он так и простоял зря, понятно. Вот, сейчас попробуй продай, когда это никому, не то время, не то место. Ну, попробовал. Меня удивило его бережнейшее отношение к саженцам. Бережнейшее. есть два направления. Одно мое. Почему? Раз, два крупнейших авторитета со мной спорили и говорили, только нельзя обрезать при посадке, надо, что иначе нужны листья. Они нарастут корни. Ну, а осенью, когда они будут нарастать? А листья съедают последние соки. Хитрейший способ именно у, а второй хитрый способ у Филиппева. Вот крупный план. Я взял, подошел, и вот эти три мешка, вот они, белые, я их фотографировал крупный план. Внимание! Это надо было проявить величайшую заботу и величайшая, как называется, такая аккуратность, величайшее трудолюбие. Он каждый листик отрезал. и оставил длинные, заметьте, какие длинные он оставил черешки. Длиннючие. Для чего? К сожалению, если уже осенью торговать, это один из двух способов. Мой способ листья не трогать, но сильно обрезать, его способ не обрезать, а, вот вроде обрезать, он не так сильно, как я, и отрезать сами листья. Для чего? Сейчас, пока они день, два, три, продавать-то надо, каждый день не будешь, возвращаясь в себе сад, тут же закопать, утром опять выкопать на рынок, закопать, нет, листья свежатся и жухнут, как слово русское, жухнут. Вот. Кстати, вот сейчас, если эта дама звонит, то, наверное, проделал. Секунда. Олег Константинович, добрый вечер, вы, вот, с вебинаром, я в пролете, вот, уже полтора часа, добиваюсь, чтобы что-то слышать, видеть, ничего не получается. Ой, все понятно, все понятно, мы все, мы все в этом, в заднице. Ладно, что я потом скажу? Подписаны, допустим, на канал, на ютубе, садоводство пожалел. Значит, этот же самый вебинар увидят в частях. Вот. Ну, день такой. Еще хуже, чем в прошлый раз. В прошлый раз многие жаловались, а в этот раз вообще глухо. Итак, заканчиваем, раз уж мы говорим про промежуточное состояние, садовцы выкопаны, но не посажены, и хрен еще купят для него, и когда купят, через день, два, неделю, частичное спасение, это отрезает листики. Вот. Вот за это я уважаю человека, потому что меня удивило, сколько он, это, он парикмахером, что ли, перед этим работал? А, нет, он монтажник. Вот. Только сейчас же нездоровья нет у него, возраст. Вот. И там мы были, все было. Вот. А садовод, он от Бога. Садовод от Бога. Но у нас, садоводство не кормит. Вы думаете, Сергей Железов, которым они, кстати, дружат, сотрудничают. Вот. Он дружит с моим сыном, да. Так вот, по 12 часов на экране сидит, дневные смены, ночные смены, потом, не выспавшись, после ночной смены работать. Вот. Это вот судьба наших стариков, они даже, да, теперь уже и молодых. Сергей, я молодым отташу Железова. Но дело в том, что это горькая правда. Рынок забит импортной глянью. Если были только наши, в лед бы ушло. Вот. Хотите горькую правду? К Тотарову, подойдите на рынке. Ко мне обращаются эти, я говорю, ну где нам взять? На рынке к Тотарову. Записывают фамилию, вот. Я говорю, только не спутайте. И у него больше ни у кого. Только у него на рынке. Он последний, единственный. Вот. А это, Филиппе уже совсем потом. Ой, горькая правда. А вот это лучшее, не лучшие годы. Это, мне этой фотографии много лет. Восхищаюсь. Вот. Это моя племянница, совсем юная. Вот. Это подойдет фотографии. Слева, Венгерка, Сорочинская, это с Украины. Так. Еще раз. Это, он взял, этот человек взял в наглую, привил на абрикос Бай. У него потеплее, чем у меня. Между незамережной нисеем, как городской чертой, у него микроклимат. Вот. И он спокойно на культурный абрикос из косточки выросил. Культурный абрикос и привел на него селевой. Вот это кривот стало, стало такой. А так как меня пытались обвинить, что это не может быть никогда, а значит, железо обманщик, мошенник, с ним я снял отдельный фильм. Не предупреждаю, приехал, сказал, когда ты у меня раздобыл чертинки. В прошлом веке. Вот. Все. Других у меня не было и быть не могло. А сейчас появились, я еще раз, восхищение огромное. Я вот восхищался сейчас Чернобаевым, я восхищался сейчас Турсун-Пилотом Тускобиловым, так ведь? Я восхищался Боддером, Бородичем. Все для меня они великие, а ну, мы пока Чернобаевым великие еще не претендуем, но вы посмотрите, что происходит. Вот. Я у него как? На абрикос сливу? Да я же намучился, да у меня сувенир Востока столько лет угробил, он у меня так на абрикосах не прижился. Вот. И наоборот. На сувенире Востока не прижился я абрикоса. Ну, несовместимо. А я на культурном абрикосе и венгерку. 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 Вот запомнили. Венгерку. Только сегодня меня спрашивал кто-то, на что прививать сливу. Или что прививать на сливу, а что прививать на абрикос. Чтобы, ну, знаете как, у сливок корней меньше можно выбрать более болотистое место. Вот. в сухое место лучше когда под мой абрикос, ну и так далее. И так пока у меня получился промежуточный вариант. Два. По прошлом году первая попытка. Позапрошлым уже было пару прививок. Вот. А она почему-то, я показывал, что на второй год, это прошлый год, покрылась почему-то желтыми пятнами, а оставались синими. Эта же Деева в этом году на третий год дала вот такое. Ну, и сравниваем. Эта розовая венгерка получилась у Сенебайла, а начинала вот с таких. Вот. Ну, кому надо, тот считает, что реализовершенник, ну, вот, Бог простит. А это все я их не красил и на рынке не покупал. Вот. Фильм снимал, снимал. Эта же рука моя. Кстати, вон она, у меня двойная жизнь. Видите? Вот эта вот линия жизни, да? Вон она. Вот. Она у меня такая длинная-длинная, но она перечеркнута поперек. Была тяжелейшая травма была, тяжелейшая. Я был при смерти. Вот. Неудачная операция. И ничего. А сейчас смотрю, мне еще пожить придется. Это моя линия жизни. Раз. Вот. Теперь, значит, так, и второе. Ах, начало. Куда меня опять в сторону склонило? А так как еще полчаса я могу говорить. Вот. еще раз покажу соседа. Развивались события так. Мне, ну, я не могу все России научить. Я одного соседа научить не могу. Вот. Рассказываю как анекдот. В прошлом году, значит, я на него набросился, говорил, чёрт, ты берешь мои груши. За его спиной мои груши и мои априкосы. Зачем ты их берешь? Все берят. А я не успел убить. Я вот это, только вот когда случайно заметил, что он берет. Ну, отругал его. Значит, раз. Опрыскивает. Да какой, чёрт, ты мои деревья опрыскиваешь? Им-то это твоё опрыскивание, это как это самое. Ну, понятно. Ну, не то, что отругал его. Я его очень уважаю. Он такой работяга. Ой, 30 соток картошки я бы застрелился. Вот. Одной картошки 30 соток. И вот тогда, значит, я давай на него давить. Приходит это лето. Весна дикая. Кругом горят леса. Вот, смотрю, собрал с нескольких соток сухую траву в виде костра поджёг. Ну, я не стал фотографировать и позорить его. Я просто говорю, Саша, мы сейчас приедут, но я тебе дашь 5000 рублей штрафу. Ответ куда знаешь. Я говорю, так и будет сейчас тебя не было, у меня расписку приезжала женщина, лейтенант с этого, с МЧС или с пожарных. Вот. Расписку взяла, что я прослушал её лекцию. Вот. Тут же загасил. Ладно. Значит, когда он загасил, приходит осень. Вот эта осень. Подходит ко мне, значит, я только рот открыл. Всё, всё, я больше, я больше не это, не, не, я больше не это, не берю. Ладно. Я говорю, ну, какой чёрт, ты в априкосы верхушки-то отрезал? Как? Полагается. То есть, пока одно отучал от этого опрыскивать, а то, мои же деревья, вон они, мои деревья, отучал опрыскивать. Вот. Отучал я его, это самое, берить, он успел у моих априкосов, которые через забор передал, посадил мне сильно густо. Он успел их кровь и отрезать. Я начинаю всё сначала. Вот тут надеться, нет. Я вынужден кое-что пропустить, это много о горьких темах. А у груш, я на этом и закончу, у груш, как не режь, вот отрезная верхушка, почему они все вверх? Природой полагается защитить штамп от сырости. Даже малейшее сыро штамп гниёт. Никто не знает. Это страшный сон тех, кто сейчас скажет, в лучшем случае разогнём. И штамп сглёт, и дерево. Даже если ни одной ветки не отрезать, не калечит, а просто вот так вот как делать. А большинство, ну, вспомните этих, выпустите вяжек. Срочно, срочно делайте это. Скажут, вырезайте серёдку. Не знают такого элементарных вещей. так это груши. А он, мой сосед, он не обидится. Знаете, почему? По одной простой причине. Он не обидится. Потому что он никогда в жизни не станет смотреть в наших ребятах. Он никогда не узнает, что это. Ну, абрикосы, даже как у груш, та же самая, она не в такой степени, но абрикосы тоже гниют, когда по штампу льётся вода. Нельзя осветлять абрикосы. Нельзя осветлять груши. Вот. Можно я там закончить? Сколько прошло? Чё, 20 минут. Да, наверное, закончено. Стояние испорчено. Ну, брат, я на тебя надеюсь, что это. Название мы вместе придумаем. Вот. Здесь ещё такая цифра была. Говорить, не говорить. Вот она. Значит, хотя вебинар почти сорван, так, рассылка 1290, вебинарная комната 400, к следующему эфиру 400, 2000 рублей с железного, я стал беднее, то есть богаче. То есть, я вынужден платить каждый месяц 2000 см. Так. Ещё я хочу сказать, ни копейки не прошу. Нет, вы можете это, прислать полтинник. Но я не прошу. Я прошу. У меня уже вторую неделю никто, кроме двух небольших этих самых заказчиков, никто не покупает косточки. Уже на это денег нет. Понимаете? Ну, разве это протянутой рукой, когда вы купите косточки? Ведь эти же косточки, я специально выше говорил, 40 ведер за эти годы. Раз 5 было по 40 ведер, раз 5 было по 30 ведер, раз 5 было по 20 ведер, раз 5 было по 10 ведер. Вы понимаете, что это самое? Ну, а про эти ужасы я потом буду рассказывать. Сперва ее родственник искалечил дерево, потом она его опрыскивала, потом оно погибло. Выкрасил и выбросил. И белило, и опрыскивало беспомидно. Если бы я вам показал крупный план, что бы вы увидели? ой, тут плохо видно. Ну, ладно, тут у меня не получается, чтобы показать вам это дерево крупный план. Не то показывают. А так, посмотрите сами, вы увидите, сколько здесь ран. Вот так вот это моя соседка. Это дерево посаженное мною, искалеченное ее родственником. Вот, хороший парень. Вот. И это все, пожалуйста. Ну, и, наверное, закончим. Спасибо.